это местечко называется altya такая рыбацкая деревня здесь вот есть такие домики сарая на самом деле которых рыбаки хранят свои свое снаряжение рыбацкая никак не то что сказали вот их часто используют на открытках таких туристических вот как раз возле моря и вот здесь вот не знаю что со снимет солнце светит две лодки там еще помада была и вот тут в округе стоят такие старого образца планы и здесь нельзя в целом строить дома каменные можно только вот под этот стиль тоже строить вот немножко вид другой на вот эти как раз таки домики в каком-то смысле известные здесь я обнаружила белых лебедей мне кажется до них честно говоря не набраться так очень близко сюда по моему они тоже не особо планирует выйти пообщаться так вот по этим камням здесь можно попрыгать проскакать туда в этой стране здесь есть даже песочек там где-то что лазила там этого не очень живописное место что моя тень здесь прогуливается сейчас красоте раньше тут был другой мост более такой древний короче вот сейчас поменяли к сожалению не застал уже и там вот такой пляжик такой вот пляж но я думаю здесь еще все таки приберутся такой уютный домик салатик все такой все причем аккуратно и искусить на буря заметила такой мохнатый тут пёс трожит дом не совсем доволен что-то сейчас успокоилась тут есть качели такая эстонская известная забава даже есть спорт такой ну здесь такая вот харчма так и называется альте курс так это вихала мыс мой заприхала здесь вот у них такой стат где они все свои выращивают продавать утеплиться еще ничего кончу нет здесь вот яблони потом когда сезон тут яблоки примут на земле лежат куда зеленушку выращивают что в принципе здесь у нас можно вырастить то есть вот кто-то здесь вот например живет поскольку это естественно ты и вот выходит так с утречка и такой замечательный вид открывается тут довольно-таки много разных зданий вот здесь это написано таком из задняя мыза можно вообще так правильно перевести такая большая территория вот эта аллея 1880 года табличка которая говорит об этом это главное здание мыза с номерами рестораном на улице тоже можно посидеть неподалеку от главного здания есть вот такой чайный домик ну чтобы попить чай вполне достаточно место чайный домик задней стороны покрасывать господа пили чай домик где тоже есть номер почему очень даже прилично знаете прачечный домик ну твои понятны но в принципе неплохо пачки живы нужно брать велосипеды на прокат ну тут кафе магазин . это же музеи вот это и зачем такой сон был на видео до этого здесь теньки летом хорошо посидеть вот кафешки сюда всегда приятно сидеть рядом здесь баня и вот тут есть бочка но она по всей видимости пустая даже такой фонтанчик небольшой есть это здание тоже гостиница раньше была водочная фабрика спиртовая и тут вот есть музей водки также надо посетить вот тут я уже прошла ну тут очень кажется вторая большая не все прошло от самом деле от этого чайный домик тут вот кто-то пьет чая кто-то кто-то стирает каждого слоя здесь вот карта можно увидеть насколько тут много всего здесь вот дорога ведет вот до пляжа 4 километра можно взять велосипед и на велосипеде туда доехать мини-гольф чем здесь есть все бассейн есть спортивные площадки чем на в любой вкус и цвет вот это вот главное здание поближе просто хочу заснять и вот тут можно почувствовать настоящим помещикам тут рядышком есть такая ветряная мельница и можно внутрь заходить посмотреть что там что-то ухты ух ты бери не хочу баран да дерево мне не надо точнее дрова как интересно здесь тоже трава таш такой тут павлин павлин мавлин да у некоторых дома теперь я стоит в вазе где слышал это не совсем не рекомендую так делать теперь другой вид ушел на своих ножках